Ролик подготовлен совместно с брендом Libres. Среди девушек очень распространен стереотип о том, что тренировки в тренажерном зале приводят к перекаченности, а фигура может стать мужеподобной. Но для достижения такого эффекта требуется сочетание нескольких факторов. Первое – интенсивные тренировки в тренажерном зале на протяжении нескольких лет. Второе – употребление спортивного питания и добавок. И третье – соблюдение определенной диеты и режима. Таких серьезных результатов не добиться, занимаясь пару раз в неделю. К тому же, большинство фотографий, которые так любят использовать в качестве аргументов противники работы с утяжелителями, сделаны тогда, когда спортсменки готовятся к соревнованиям и интенсивно тренируются. Большую часть времени спортсменки выглядят вполне обычно, и рельеф не выражен так явно. Вы просто видите перед собой подтянутую и встроенную девушку. Многие врачи сходятся во мнении, что в период простуды физическая активность должна быть снижена. Любое простудное заболевание замедляет анаболические процессы и увеличивает выработку гормона кортизола, который разрушает мышцы. Поэтому нагружать организм во время простуды не рекомендуется. И, кстати, многих девушек интересует вопрос, можно ли тренироваться в эти дни. Что касается фитнеса в эти дни, то он даже может быть полезен. Умеренная физическая нагрузка избавит вас от боли в животе и общей слабости. Во время занятий спортом ускоряется кровообращение в малом тазу, проходит напряжение в пояснице, а главное, вырабатываются эндорфины – гормоны радости, помогающие справиться с плохим настроением. Трезво оценивайте свое самочувствие. Если вам действительно плохо и вы не можете встать с постели, то не стоит подвергать себя дополнительным нагрузкам. Делайте выбор в пользу более легких нагрузок. Отдавайте предпочтение более легким видам физической активности. Йога или пилатес подойдут больше, чем кроссфит или бокс. Не переживайте, что попадете в неловкую ситуацию. Есть проверенные способы чувствовать себя комфортно и уверенно в эти дни. Многие девушки гонятся именно за падением стрелки весов. Но это ошибочная позиция, ведь наш вес может меняться даже в течение дня. Например, после тренировки, как сразу после тренировки, так и на следующий день, мышцы увеличиваются в объеме, а в тканях скапливается лишняя жидкость. Из-за этого вес может увеличиться до 1 кг. Примерно за неделю до критических дней, здесь все индивидуально и зависит от цикла, вес может увеличиваться. И дело снова в задержке жидкости. После окончания цикла эта проблема решается сама собой. Поэтому взвешиваться лучше 2 раза в месяц и перед завтраком. Благодаря серии статей в интернете никогда не переведутся люди, которые считают, что чем больше из них выйдет пота из-за обертывания пленкой или термопоясом, тем сильнее они похудеют. Но в поте нет того жира, от которого вы стремитесь избавиться. Обмотавшись пищевой пленкой, вы вызовете излишнюю потерю влаги, что приведет к переутомлению. В итоге с пленкой вы потеряете даже меньше калорий, а ведь вы пришли в зал за достойной нагрузкой, которая способствует жиросжиганию. Я часто вижу девушек, выполняющих наклоны с гантелями в стороны, слева и справа от меня, снова и снова. И все, что я могу сказать, это остановитесь. Выполняя данное упражнение, вы добиваетесь прямо противоположного результата. Нельзя убрать жир, накачивая мышцы под ним, а наклоны с гантелями в стороны сделают вашу талию значительно шире. Никогда не выполняйте данное упражнение. Гораздо эффективнее будут упражнения в статике, например, планка или классические скручивания и подъем ног. Будьте благоразумны, никогда не допускайте этих ошибок и всегда будьте в форме. Субтитры создавал DimaTorzok